Чем же утоляли жажду в такую жару наши предки, жившие во времена Ярослава Мудрого на территории Киевской Руси? Может быть колодезной родниковой водицей, кваском или молоком, охлажденным натуральной живой лягушечкой, опущенной в крынку? А чем же они горячили кровь, душу и сердце? Я думаю, наш победитель хорошо подкован в этом вопросе, ведь не зря же он спешит к нам на место встречи. Здравствуйте, как вас зовут? Людмила Людмила, а вы готовы его назвать? Ну постараюсь Что именно? Мне кажется, что это горелка Нет, к сожалению, это не горелка. Надеемся, что когда мы будем здесь в следующий раз, вы придете и попытаетесь победить. Спасибо вам. Добрый вечер, как вас зовут? Меня зовут Лариса Лучанинова. Лариса, я так поняла, что вы слышали вопрос, но не можете его сформулировать? Да. Ну намекните нам, о чем был вопрос. Если... Вопрос был что-то... Ну, какой напиток пили во времена Яшлова Мудрого, кажется. Так, уточню, горячительный напиток. Я думаю, что это напиток меды, разнообразные были. Меды? Да. Ну как мы его называем? Да, от этого же корня, от слова мед, еще одно слово попробуйте придумать. Не придумать, а вспомнить. Ну это однокоренное слово, да? Да. Медовый напиток. Напиток медовый, а если это имя существительное, как это назвать? Мед. Нет, там еще... Я не помню, как эти части слова называются. Суффикс, по-моему, есть. И окончание даже. М-м-м. Это плохое слово сивуха. Вот слово мед из этого плохого слова, которое подсказывает... Это слово подсказывает режиссер Сивуха. А от слова мед и от слова сивуха можно какое-нибудь слово соорудить. М-м-м. Соединительная частица О. Хорошо. Меда? Берите последнюю часть слова сивуха. Хорошо. В общем-то, главное было получить корень. Я думаю, что ответ принимается, это на самом деле была медовуха. Поскольку вы знали корень, может быть, вы можете себе представить, какой на вкус был этот напиток? Я думаю, этот напиток был очень сладкий, и после него окружилась голова очень сильно. То есть, каким он был на крепость? Ну, очень крепким, я думаю, был этот напиток. Примерно сколько градусов? Я не разбираюсь в спиртных напитках, поэтому я не могу вам сказать. Что, вы не пьете даже шампанское? Ну, иногда, по праздникам. Шампанское вы любите? Да. А это мы возьмем на заметку. Я еще хотела спросить, может быть, вы знаете, чем утоляют жажду в знойной степи? Ой, не знаю. Это зеленый чай и кумыс, то есть молоко кобылицы. Какой любимый негорячительный напиток? Ну, чем вы утоляете жажду? Сок люблю, очень натуральный, апельсиновый, например, лимонный. А томатный? Томатный тоже люблю. Скажите, по секрету, вы не нашли еще свою вторую половину? Пока что еще нет. Ну, надеюсь, встретит. Еще? Да, еще. Спасибо вам за занимательную беседу. Мы с вами очень старались прийти к правильному ответу. Примите, пожалуйста, вот эти призы от нашего почтенного спонсора «Сладкий дом». А вот эти вот изумительные нежные конфеты от торгового дома «Пиротекс» по улице Сомской, 13, входить нужно в арку. И на память вот этот наш скромный фирменный вымпел. Ну, а теперь ваши пожелания телезрителям. Я желаю, чтобы все телезрители были счастливы и смотрели замечательный телеканал «Симон», который мне очень нравится, а я его всегда смотрю. Спасибо вам, спасибо всем нашим телезрителям. Смотрите нас и встречайтесь с нами. Лето, зной, раскаленный город. Вам пора, давно пора в отпуск. Но прежде, конечно же, нужно сделать кое-какие покупки. И заходите в «Пиротекс», что по улице Сомской, 13, вон в ту арку. И это избавит вас от лишней беготни. Здесь есть все, что вам нужно. Лично мне нужна шляпа. Вы знаете, что значит шляпа для женщины? Вы знаете, сколько нужно времени женщине, чтобы выбрать единственную, самую лучшую шляпу? Вы знаете, какой шок получит женщина, увидев такую же шляпу на другой женщине? Если вы не можете ответить ни на один из этих вопросов, то вы ничего не знаете ни о женщинах, ни о шляпах. Ну, а теперь мой сегодняшний вопрос. Сколько шляп было на мне? Жду вас вон под той аркой ровно 30 минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!